Усадьба Гребнева – одна из самых привлекательных площадок для туристического отдыха в Московской области. На довольно обширной территории, как летом, так и зимой, проходят интересные культурно-развлекательные мероприятия. Усадьба является не только точкой притяжения для отдыхающих, но и местом исторической памяти нашей страны. Именно поэтому для владельца усадьбы Гребнева бизнесмена Андрея Ковалева так важно попытаться возродить часть культурного наследия России. Недавно усадьба стала одним из победителей в конкурсе «Рост туризма». Призом стал денежный грант. Эти средства уже направлены на покрытие наших расходов. То, что мы построили – набережную, беседку, скульптуры, сделаны дорожки, кустарники, благоустройство. Конечно, там сумма может сто раз больше, но это очень приятно. Когда деньги поступят на наш счет, мы еще несколько памятников разместим, сделаем несколько беседочек, еще несколько дорожечек. Два года назад в усадьбе Гребнева открылся музей с историко-биографической экспозицией. Все пришедшие могут познакомиться с многовековой историей усадьбы, узнать детали биографии ее владельцев, а также по желанию поделиться идеями по восстановлению данного места. Благодаря архивам также можно увидеть план обширного ансамбля усадьбы в его разные временные периоды. Процесс возрождения культурного памятника проходит медленно, но верно. И кто знает, каким он предстанет перед нашими современниками в недалеком будущем. Сейчас уже процесс согласования реставрации фронта, Триумфальной арки, двух флигелей и скотного двора, он уже близок к завершению. И мне просто моя мечта, что уже до Нового года мы начали процесс реставрации, причем как раз говорят, что начнем с крыш, и крыши говорят как раз зимой хорошо делать. А когда потеплеет, уже начнем штукатурить фасады и так далее. Сейчас на территории усадьбы Гребнева работает ресторан «Шатер». Также есть возможность арендовать дом для отдыха на природе, появилась благоустроенная набережная и пешеходные дорожки для прогулок. Владелец усадьбы Андрей Ковалев хочет еще больше расширить территорию до досуга. Планов много, но и времени на их реализацию нужно немало. На сегодняшний день некогда заброшенная территория усадьбы имеет привлекательный вид и располагает к тому, чтобы приятно провести свободные часы. Что будет дальше, покажет время. Судьба культурного памятника нашей страны находится в руках неравнодушных людей, и это самое главное. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.